Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Как принять свежее решение? Что приносит райское наслаждение? И почему хорошо иметь домик в деревне? Ответы на эти вопросы в известных рекламных слоганах, которые на слуху у большинства россиян. 23 октября – профессиональный праздник тех, кто эти слоганы придумывает – День работников рекламы. О рекламных паузах в жизни капиталистической России в рубрике «Главная тема» – репортаж Марины Крохмаль. Этот рекламный ролик – удачный пример маркетингового решения, к которому мечтают прийти многие рекламные агентства. Американской компании по производству Кока-Колы ненавязчиво удалось связать свой бренд с хорошим настроением потенциальных покупателей. На экранах телевизоров в нашей стране эта реклама появилась в 2000-х годах. В образе газировки на основе листьев коки и плодов колы праздник к нам приходит до сих пор, в дни предновогодней суеты. Люди напевают слова из рекламной песни по дороге на работу, дома, при покупке фирменной газировки. Эти слова даже легли в основу песни одного из российских исполнителей. Как говорят сами рекламщики, они продают не столько продукт, сколько желание быть здоровым, красивым, худым и счастливым. Реклама в какой-то степени часто похожа на сказку, на мечту. Реклама, в свою очередь, обещает, что эта мечта обязательно сбудется, а сказка станет реальностью. Поэтому продукт на экране телевизора часто идеализирован до неузнаваемости. Я рекламщик. Я заставляю вас мечтать о том, чем вы не сможете обладать. У нас небо всегда голубое, девчонки всегда красивые. Совершенное счастье, потретушированное с помощью фотошопа. Реклама делает товар не только узнаваемым и известным. Главная ее цель – сделать продукт знакомым для покупателя. Чем больше внимания привлечет реклама, тем большая вероятность того, что товар будет продан. Известные бренды, они упрощают нам выбор, они воспринимаются как знакомые. Нам приходится в жизни делать, постоянно принимать решения. Вот мы пришли в магазин, там целая полка, там 10 наименований йогуртов. То есть нам нужно совершить какое-то умственное усилие, чтобы выбрать среди них, перечитать все этикетки. И реклама, за счет того, что она делает определенные бренды более известными, знакомыми, она упрощает нам этот выбор. Это одно из московских рекламных диджитал-агентств. Компания по производству рекламы в век развития информационных технологий. Здесь придумывают рекламу для размещения в интернете, создать новое приложение в смартфоне, разработать онлайн-игру или распространить информацию о товаре или услуге в соцсетях. Заказчики – известные производители детских игрушек. Компании по производству бытовой химии – бренды известные. Многие уже заработали популярность. Однако закон маркетинга таков. Чтобы тебя не забыли, нужно постоянно о себе напоминать. А чтобы увеличить продажи, придумывать что-то новое. Благо сегодня, в эпоху интернета, инструментов для этого предостаточно. Мы разрабатываем промо-сайт, где будут проходить конкурс для мальчиков, для запуска новой линейки детского конструктора. Это конструктор про рыцарей. И на этом сайте будет такая академия рыцарей, где маленькие мальчики будут учиться быть настоящими рыцарями современности. А это так называемый вирусный ролик. Новая форма рекламы. Появилась в век развития интернета. Конкретно в этом ролике рассказывается о новом мобильном приложении, изготовленном на заказ для известной компании по производству детского конструктора. Игра выпущена в преддверии 1 сентября и была посвящена сборам в школу. Главная цель подобных роликов – ненавязчивая реклама, за счет чего она могла бы собрать наибольшее количество просмотров. Увидишь такую картинку – наведи на нее камеру телефона. Вирусные ролики – это, наоборот, такая интересная реклама, которую вам захочется посмотреть и переслать другим. То есть они распространяются как вирусы в интернете. То есть один пользователь пересылает другим. Поэтому это так и называется – вайрел-маркетинг. Если бы средний вирусный ролик сейчас, то, как правило, это несколько сотен тысяч просмотров. То есть от 200 тысяч, условно, до миллионов. Реклама на баннерах, в газетах и журналах, по радио и на телевидении. Мы бессознательно верим рекламе. Она действует на подсознание, независимо от места и времени. Даже сегодня, когда цены в магазинах растут, зарплаты уменьшаются. А многие и вовсе теряют работу. Реклама продолжает быть двигателем торговли. Многие готовы отдать последние деньги за разрекламированный продукт. Ведь так хочется верить красивой упаковке. И так не хочется верить в то, что созданный рекламой идеальный образ – это одна из главных экономических составляющих в капиталистическом обществе. Где главное – это продать и хорошо заработать. Марина Крохмаль, Николай Домрин, «Красная линия». Гость нашей программы – главный редактор журнала «Реклама. Теория. Практика». Профессор Высшей школы экономики Юлия Пирогова. Здравствуйте, Елена Константиновна. Здравствуйте, Екатерина. Юлия Константиновна, можно ли сказать, что реклама – это инструмент для программирования сознания и поведения людей? Можно сказать так, но это лишь часть правды. В рекламе заложена не только определенная модель или разнообразные модели и технологии, которые позволяют и руководить людьми, и манипулировать сознанием людей, но и очень серьезная, полезная просветительская функция, поскольку реклама позволяет огромному количеству людей узнать, какие новинки появляются на том или ином рынке, в чем отличие между разными торговыми марками, в чем отличие предложений разных компаний. И если этот тип товаров и услуг представляет определенный интерес для людей, у них появляется очень интересная и полезная возможность быть более просвещенными в этой сфере. Это, безусловно, плюс. Но это не отрицает и те минусы, которые существуют в рекламе. Юлия Константиновна, как реклама влияет на различные аспекты жизни? Реклама имеет множество разнообразных видов, форм, влияний. Имея в виду разные-разные формы, разумеется, мы понимаем, что за ними стоят и разные механизмы. И есть такие механизмы влияния, которые в большей степени нацелены на эмоциональную сферу человека. И вот чаще всего манипуляция в этой сфере наиболее ощутима. И более того, в последнее время не только эмоциональное воздействие, но и сенсорное воздействие усиливается. То есть как раз те формы воздействия, которые люди хуже контролируют, чем ту прямую информацию, которую они могут извлечь из той или иной рекламы. Описание тех или иных свойств товара, даже пусть и в преувеличенном виде. Но помимо вот этих разнообразных эмоциональных, символических инструментов воздействия, работающих в том числе за пределами четкого осознания аудитории, есть и реклама, направленная на прямое убеждение через аргументацию. Там тоже не все так чисто, потому что любой заказчик рекламы, любой человек, компания, рекламное агентство, которое стремится создать рекламу, стремится заложить в нее, даже в рациональную ее основу, определенные модели воздействия, которые будут склонять аудиторию к выбору именно этого товара, если, конечно, работа идет на профессиональном уровне. И вот там и некоторая подтасовка с аргументацией могут быть, и хитрости с некорректными сравнениями могут быть, и разного рода неоправданные преувеличения, да даже нередко и подтасовка фактов. Юлия Константиновна, на ваш взгляд, частое мелькание рекламных сообщений или образа, оно может привлечь потребителя к конкретному товару? Конечно. В рекламе заложена очень мощная сила манипулирования через многократные повторы, многократные контакты. И еще в исследованиях психологии массового сознания, которые представлены разными интересными работами, в том числе работами Сержа Московича, Либона и ряда других авторов, показано, что многократные повторы позволяют сломать внутри нас барьер недоверия, барьер критики, и они как бы приучают нас через пятый, десятый контакт к тому, что это само собой разумеется. И таким образом они преодолевают наше иногда настороженное, критическое отношение. Таким образом, между прочим, не только продвигается конкретная торговая марка или конкретная компания, или конкретный представитель шоу-бизнеса, или представитель политического, личность, работающая в политическом дискурсе, но и создаются модные тренды, создаются определенные, более желанные для аудитории модели поведения. Их, конечно, трудно создать с нуля. Гораздо легче с помощью коммуникативных средств, как бы лучше оформить какой-то уже наметившийся или постепенно формирующийся тренд, определенные новые направления, интересов, моделей поведения. И в этом плане реклама, конечно, имеет не только такую коммерческую функцию, она имеет и функцию воздействия на желания, на потребности, на определенную культурную среду, которая формируется, развивается, поддерживается. Это единственный способ достучаться до пока еще незаинтересованных потребителей? Или есть еще какие-то способы заинтересовать? Если потребитель не заинтересован в каком-либо товаре, то трудно его в нем заинтересовать. Но это не значит, что это невозможно. Казалось бы, приведу один пример. Средство, которое используется для смягчения кожи младенцев. Естественно, в таких средствах может быть заинтересована мама. Она становится покупателем-потребителем. Но ведь можно в это самое средство вложить и другой смысл, обещая маме, уже после того, как младенец подрос, столь же мягкую и нежную, как у младенца, кожу. Правильно. И это было сделано с одной из марок. Таким образом, товар, который изначально предназначен был для одной аудитории потребителей, был переориентирован на другую аудиторию потребителей. Явно было расширено это. Юлия Константиновна, я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что гостем нашей программы была главный редактор журнала реклама, теория и практика, профессор высшей школы экономики Юлия Пирогова. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова